Всем привет! Сегодня 31 января 2024 год и мне есть что вам показать и есть что рассказать. Сегодня будет обзор посылки, поэтому я вас всех приглашаю на свой большой круглый белый стол для того, чтобы посмотреть, что же здесь у меня внутри находится. Скажем так, что за всю историю моих заказов это, наверное, самый-самый дорогой заказ. Я прям очень сильно потратилась на него, не так уж много заказала, где-то 4, наверное, да, 4 позиции я заказала и потратила 60 плюс евро. Это супер дорогая посылка. Мне очень интересно посмотреть, что же там внутри. Почему я решила все-таки раскошелиться? Это не просто. Так, на самом деле, есть повод. И повод такой, что у меня на канале уже больше тысячи подписчиков. И, как я правильно понимаю, для блогеров цветочных это очень такая весомая цифра. И принято среди блогеров эти цифры отмечать. И каждый отмечает по-разному. Поэтому, что я решила? Я решила в таком формате построить видео и с вами отмечать за своим вот этим вот большим белым кругом. Я вас всех, точнее, столом всех приглашаю на просмотр. Давайте посмотрим, что же я там такое дорогущее купила. Ой, конечно, интересно, интересно. Заказывала я уже у этого продавца не первый раз покупаю литовцы и другие живые камни. Поэтому продавец проверенный. Мне нравится. Вопросов нету никогда к этому продавцу. И вот, что мы имеем. Такая упаковочка, какая-то коробочка одна и пакетик. Ага, ну здесь в пакетике я не буду, в принципе, раскрывать. Здесь я попросила субстрат, чтобы она мне дополнительно положила бонусом. Потому что у меня закончился субстрат. Горшочки маленькие есть, субстрата нет. Вот, кстати, называется Atlantic Litops. И вот здесь, именно здесь я заказываю часто литовцы, очень классные. Вот, ну и вот, посылка 60 евро. Вот такая вот коробочка. Но здесь я решила заказывать, конечно, необычные литовцы, как вы уже поняли, за такую цену. Потому что вы знаете, чем дороже литовцы, тем дороже он, ну, чем, тем больше он будет стоить денег. Поэтому вот, конечно, повод есть. Вот первый пакетик. Вот еще пакетик. Прищепочка, я так понимаю. Это за мой такой заказ. И дешевый бонусом подарочек. Ну что, давайте смотреть дальше. Боже мой, столько волнений. Кстати, вот тут, видите, тоже какие-то наклейки, паспорт, фотосанитария. Ага, ну, то есть это все серьезно. Все паспортный, санитарный номер, да, наверное, как это называется? Правильно, оператор, подскажи мне, как это называется. В общем, оператор кивнул. Согласен со мной, что здесь у нас есть. Ага, но это, кстати, не литовцы, это мне пришло в подарок, тоже к прищепке к этой. Вот такой вот подарок. Это Канофитум у нас. Канофитум, сейчас смотрим, как он называется. Канофитум Белобум. Белобум. Очень он мне понравился. Я его хотела тоже купить, но продавец говорит, слушай, хватит. Ты же, ты и так тут такие заказы сделала на такую сумму, давай я тебе его просто подарю. Я такая, ну окей, хорошо, я не против. Видите, это сердечко, сердечко. Вот в такой интересной форме этот Канофитум. Цветет желто-оранжевым, такой желто-оранжевой ромашечкой. Такой миленький. Такая любовь, любовь. Или вот напоминает еще ушки зайчика. Канофитум Белобум. Такая прелесть. Так, ну это я, за это я не платила деньги. И получается, вот, вот перед нами посылка за такую сумасшедшую неадекватную цену. Не, ну она адекватная, конечно, потому что это не просто обычные литопсы, это такие сортовые, это эксклюзивные литопсы. В общем, конечно, чем интереснее литопс, чем он уникален, тем ценник будет выше. Поэтому у меня есть литопсы разные, есть и подороже, и дешевые. Ну я не гонюсь за какими-то дорогими литопсами. Я нахожу интересные и красивые литопсы и в обычных магазинах. Поэтому для меня как бы, ну не есть показатель, что если цена большая, то значит это какой-то суперовый литопс должен быть. Вот они, вот они, вот они, вот они. Так, ну вот этот первый мне попал сам в руку. Это у нас Бронфилди, Ред Коралл. Ред Коралл. Вот так надо делать, чтобы фиксировалось, сюда нажимать надо фиксироваться. Ред Коралл, Красный Коралл. Давно на него смотрела. Классный. Первый, первый пошел. Следующий очень сильно хотела, вот этот вот литопс. Офигительный. Называется Сеский Гранат и Оптика Рубра. Ну, то есть это вот Культивар. Скрестили они Оптику Рубру и Гранат вот этот. Просто фантастика. Цвет классный. Я просто сама люблю очень сильно Оптику Рубру. Можешь убрать эту руку, потому что я не вижу. Оптику Рубру очень сильно люблю. И поэтому, конечно, вот этот Гранат офигительный. Это второй литопс. Дальше по плану у меня был вот этот. Очень хотела его. Давно уже хотела заказать. Вот. И решила, что этот день настал, что надо уже заказывать. Такие не откладывать на потом. Называется Стробери Джем. Стробери Джем. Очень прикольный. Реально как джем. Варенье такое. Все в хорошем очень-то состоянии. Корешочки. Так. И четвертый, который я заказывала, который плановый. Это у меня Халил Purple. Это не повторки. Таких у меня еще нет. Я очень люблю, кто смотрит меня, знает, что я очень люблю сиреневые литопсы. Сиреневые, фиолетовые, красные. Ну, конечно, я люблю и желтые, и оранжевые, и зеленые, и салатовые. Ну, наверное, вот самый мой такой фаворит. Это такой сиреневый, фиолетовый цвет. И я так понимаю, что бонусом мне еще положили такого малыша. Такого малыша красивого. Вот она мне что-то про него говорила. Я так смотрю, я так понимаю, что это вот какой-то Blue, Blue. Какое-то там название у него связано, что это Moon Blue, может быть, Голубая Луна. Или вот, в общем, надо будет посмотреть, уточнить у нее название. Я в своем сообществе обязательно выставлю фотографии и выставлю правильные названия вот этих всех литопсов. Напоследок еще поверчу, покручу, порадуюсь вместе с вами, а потом пойду радоваться уже отдельно. Вот. Рисунки, конечно, все уникальные. Заглядение. А этот прям хочется, так и хочется на это вот, на хлебчик с маслицем намазать и его скушать. Такой он, ну, очень уж аппетитный. Ну, в общем, все. Наверное, будем прощаться. Я буду дальше наслаждаться своей красотой, любоваться, заниматься. В общем, спасибо, что оставались со мной. И до новых встреч. Удачи вам и удачи вашим растениям. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok